Для Института Лесу это традиционная выстава, однако каждый год интерес да и неизменно великий. Сегодня в Беларуси налечивается около полутора тысяч видов грибов, а ле уживать без хода для здоровья можно у всех около 30. Почас сбору помыляются навод вязковцы, які проводят у леса шмота часу. У гораджан часто опыт у вогули минимальный. Задача выставы да помягчает рымать необходные веды. Есть возможность сделать фотосъемку для себя, сейчас технически абсолютно несложно. Возле каждого вида есть аннотация, значит, можно что-то для себя зафиксировать, но у нас правило для грибников одно – если ты не знаешь вид грибу, лучше его не брать. После Чарнобырской катастрофы заявилась еще одна обоисковая умова. Собранные у леса грибы необходимо проверить, плюс правильно приготовить. Грибы, які особливо схильны набирать радую нуклиды и тяжкие металлы, ученые рекомендуют варить на протягу годины за четырехразовой заменой воды, то тысяча умовно небеспечных и небеспечных, то до их лепш у вогули не подоходить. Их сбор и тем больше уживание могут представлять реальную погрозу. Бледную паганку называют стопроцентным киллером. И она навык больше ядовитая, чем знакомитый червоный мухомор. После ее уживания шансов выжить у человека практически нема. Хоч и есть у бледной паганки некие плюсы. Зараз на основе ее токсинов. Анкологи спробуют зарабить леки от рака. Работа выставы различена на два дни. За этот час у Института Лесу планует провести десятки экскурсий. Основный контингент – наученцы школ, специальных и вошедших научных установ. Эти дверы сюда не зачинены ни для кого. А пряча агольной информации навыковцы дадут и конкретные парады. Это может выкликать издевление, але далеко не все ведут, как правильно сбирать грибы. Наша позиция в этом вопросе такова, что наиболее лучшим способом является его выкручивать. То есть вы сильно не повреждаете грибницу, вы извлекаете гриб оттуда полностью. Здесь есть два побуждающих мотива. Во-первых, такие пары, как бледная паганка и сыроежка зеленая, их можно отличить по нижней части гриба. То есть у бледной паганки внизу как бы луковица, на нижней части шляпки есть покрывало. Это одна половина. А вторая то, что вы не оставляете там, особенно в моховом ярусе, большую часть ножки. А в этой части ножки поселяются сначала насекомые, потом бактерии, они начинают его перерабатывать, то есть гниет. И заражение распространяется по мицелию дальше. То есть этого нет тогда, когда вы его выкручиваете. Олег Синтеров, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель».